Добрый вечер! Но тем не менее, я предлагаю сегодня за отправную точку взять вопрос справедливости. Главное, ладно бы как-то вот, честно говоря, знаете, как говорил мой знакомый, главное, чтобы не мне было хорошо, главное остальным, чтобы было плохо. Но я с ним не соглашусь, и ладно бы все мы были такие, в общем, не очень богатые люди. Но давайте возьмем отдельные производства, отдельные компании, отдельные магазины, в которых вы работаете, сравним зарплату среднего сотрудника с зарплатой вашего начальника. Почему у нас разница превышает иногда в разы? Есть ли какие-то нормы, есть ли какие-то ограничивающие законы, есть ли чувство справедливости, есть ли совесть в конце концов? Как живет Запад и что с этим делать? Давайте будем сегодня разбираться. Я только хочу для начала напомнить, что не так давно как раз эта тема обсуждалась на встрече с премьером Владимиром Путиным. И именно представитель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков сказал, что вообще пора бы ввести такие, вернуть, вернее, в нашу жизнь такие понятия, как оклады и ставки. Вот что ответил премьер-министр. Это ненормально. Поэтому я сейчас не буду говорить, нужно ли вводить базовые ставки и оклады, но соглашусь с вами в том, что нужны более жесткие механизмы, которые таких перекосов бы не допускали. Я поясню, что, конечно, это ненормально. Это была фраза не по поводу окладов и ставок, а по поводу разницы в зарплатах. Но давайте чуть позже я буду вам показывать сюжеты, представлять наших героев этих сюжетов. Хочу сейчас представить наших собеседников этого двухчасового эфира. Как всегда, сначала представлю гостя в открытой студии в Петербурге. Рад приветствую сегодня в нашем разговоре представителя Федерации профсоюзов Петербурга, Ленинградской области, Владимира Георгиевича Дербина. Добрый вечер. Владимир Георгиевич. Добрый день. Ну, переходящий вечер, который перестает быть томным. Приветствую вас. Хочу представить и вам, и нашим зрителям, наших замечательных московских собеседников. Во-первых, представляю известного экономиста, президента косолдиковой компании «Ниакон» Михаила Леонидовича Хазина. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Еще одного собеседника в открытой студии в Москве представляю. Это предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, приветствую вас. Добрый день. И еще один собеседник в открытой студии в Москве, это член общественной палаты Денис Владимирович Дворников. Здравствуйте, Денис Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам, может, без отчества можно обращаться, вы как-то так определитесь, да? Если кому-то нравится, могу и по-западному обращаться. Но давайте разберемся потом. Ко мне можно, Владимир Дербин. Нет, я вас меньше всего, с Михаилом Леонидовичем, имела в виду, между прочим. Ну хорошо, давайте так, поскольку у нас сюжет пойдет чуть позже, до рекламной паузы я хочу предложить небольшой блиц-запрос нашим участникам и просто обсудить. Вот мы подняли тему справедливых зарплат и несправедливой разницы этих зарплат. Как вы полагаете, это вообще актуальная тема? То есть есть ли это проблема или нам только кажется? Как вы полагаете? Ну на самом деле тема зарплаты супер актуальная для России. Тем более, что в нашем государстве, наверное, единственное государство в Европе, в котором нет специального органа государственного, Министерство труда. Хотя правосуды настаивают на этом, до сих пор ни премьер-министр, ни президент практически уклоняются от ответа. Почему нет на сегодняшний день в России Министерства труда? Соответствующим образом нет никаких регулирующих органов, никто не мониторит ситуацию, за исключением стату управления, которое, вы знаете, цифры прыгают. Поэтому мы в каждом субъекте занимаемся своим мониторингом. Вот мы персонально занимаемся двух субъектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. И ситуацию знаем. Я думаю, что вы нам про ситуацию чуть позже расскажете. И надо поговорить о том, Министерство труда спасет ли в нашем государственном обществе положение. Давайте затравку мы оставим, значит, обсуждение чуть попозже. Тогда, Михаил Леонидович, ваше мнение, насколько тема актуальна в России? Ну, еще как актуальна. Почему она актуальна? Не только у нас, она много где актуальна. В Соединенных Штатах Америки есть компании, в которых руководители получают зарплату больше, чем все остальные сотрудники, включая их, собственных заместителей, вместе взятых. Нет, это опасный пример, потому что мы так любим кивать на Запад. А теперь, скажем, ну так у них тоже? И что делать? Мы с этим боремся, да. Нет, если говорить о нашей ситуации, то у нас есть две вещи. Первая вещь, даже несколько, значит, вещь первая – это очень низкие заработные платы, причем во многом нелегальные. Вещь вторая – это радикально отличающиеся по масштабам зарплаты за одну и ту же деятельность в разных секторах. Ну, условно говоря, один и тот же монтер получает в бывшем РАУЕС одну зарплату, в ЖЭКе другую, а где-нибудь на заводе третью. Причем эта разница может достигать разов, если не порядков. Ну и вещь третья – это разрыв в зарплатах в рамках одного предприятия. Как мы знаем, у нас до какого-то уровня ниже среднего зарплата, потом они неожиданно резко начинают скакать вверх, и этот разрыв – это тоже неправильно. Да, я благодарю вас. Так, Дмитрий Потапенко, Дмитрий, пожалуйста, ваше мнение. Корка. А вопрос-то каков? Вопрос – я понимаю, что мои собеседники, которые говорили до этого, согласились, что тема существует. Но вы предприниматель, может быть, вы не согласны в том, что это вопрос несправедливости, разницы в зарплате. Слово «справедливость», только давайте расшифруем поконкретнее. Потому что все, что мы относим к прилагательным – нравится, не нравится, хорошо, плохо. Одному нравится, другому не нравится. Поэтому, когда мы говорим о зарплатах, например, приведу простую цифру. Грузчик в московских магазинах получает 700 долларов. Когда я привожу эти цифры своим зарубежным коллегам за рубежом, они говорят, простите, а как же вы вообще ведете бизнес в России при таких аморально высоких зарплатах? А когда я указываю на наши налоги, которые наше правительство рассказывает, что оно якобы у нас очень низкие, они говорят, простите, а вы вообще как работаете? И опять-таки, когда я указываю, какие проценты я плачу банку, государственному, подчеркну банку, у нас других негосударственных банков уже давно нету, они говорят, простите, а как вы вообще существуете? Вы должны давно уже быть закрыты, и система государственная должна заменить весь бизнес. Я говорю, собственно говоря, это уже давно и произошло на территории Российской Федерации. Частного бизнеса практически не существует. А когда наш уважаемый президент, будущий президент говорит о разрывах, безусловно, я надеюсь, он упоминает ту самую принадлежащую государству, корпорацию с зажигалкой на флакончике, или какой-нибудь там Роснефть, или прочие, прочие, прочие корпорации, или там, например, Сбербанк, потому что, как известно, самые большие перепады как раз в нефтегазовом и банковском секторе. А, как я упомянул, это исключительно государственные компании. Поэтому говорить, что у участника есть такие перепады, ну, это ложь и инсинуация. Ну, мы, если не позвольте, мы чуть позже... Ник, а можно я скажу, что такое справедливое? Вы сказали, что такое справедливое... Нет, секундочку. ...секундочку. Это, да, это другая. Был задан вопрос, что такое справедливая заработная плата. Так на этот счет есть два определения. Во-первых, Трудовой кодекс дает определение, а во-вторых, Европейская социальная хартия справедливости. Справедливости нет ни в одном из кодексов. Вот, справедливая заработная, обеспечивающая достойность человека существования для него самого и членов его семьи. Это Трудовой кодекс. А Европейская хартия говорит признание права работника на такое вознаграждение, которое обеспечит им и их семьям достойный жизненный уровень. Всего два определения во всех документах. Слово справедливости там употребляется, простите. Давайте все-таки будем не отступать от закона. Либо по закону, либо опять мы начнем говорить о каждом империативах и понятиях. Так, Дмитрий, давайте подождите. Я хочу понять, то есть вы вообще в жизни, вообще в своей жизни, слово справедливости не употребляете? Я еще раз говорю, вот здесь в студии находится шесть человек. И то, что справедливо для меня, несправедливо для вас. И если мы хотим для всего общества делать эту программу, а мы делаем эту программу для всего общества, то то, что будет справедливо в Усть-Когалыми, будет несправедливо для Москвы. И поэтому мы должны четко себе понимать, что если мы отвечаем за свои слова, мы должны вводить критерии, которые одинаковы для всех. В противном случае, если будет критерий от Ники, критерий от Потапенко, то эти критерии лживы изначально. Поэтому давайте употреблять критерии, однозначно трактуемыми всеми. Точка. Я, конечно, могу, пока идет реклама, залезть в толковый словарь и посмотреть слово справедливости. На самом деле мы хотим сегодня, мы сегодня будем цифры, я предлагаю цифры посчитать. Понимаете, два к двадцати восьми, там, понимаете. В полтологии только цифры. Хорошо, давайте цифры. У меня со словарем лучше, чем с цифрами, честно говоря. Давайте, Денис, кодка. Нет, вот только цифры. Это все, что касается жизни человека, это цифры. Все, что касается его работы, это цифры. Время с восьми до шестнадцати, до восемнадцати, это цифра. Хорошо, так давайте посчитаем, как этим цифром относятся обычные сотрудники, там, или среднее и нижнее звено компании и руководители. Вы давайте, пожалуйста, так только давайте, Денис, коротко вам слово, как бы завершающую нашу вступительную часть. Пойдем на рекламу и продолжим. Пожалуйста, ваше мнение. Ну, если говорить об актуальности темы, то любая тема, которая циркулирует в офисных курилках, рано или поздно выползает на, и на телевидение, мы это можем видеть и по избирательному процессу, да, рано или поздно. Денис, мы не ходим по офисным курилкам. Она к нам прилетела на другой стороны, да. Они циркулируют именно там, либо вечером на кухне муж жалуется своей супруге, как замечательно, какая новая замечательная шуба у учредителя или там директора компании, и как мало ему вот дали там отпускных, либо зарплату. Поэтому в любом случае подобные разговоры, рано или поздно циркулируя, превращаются в вопрос, который надо решать на федеральном уровне. Сейчас вопрос ограничения зарплаты, он никак не регламентирован, поэтому здесь, наверное, мы можем большую часть этой программы посвятить просто рассуждениям на тему, которую каждый видит со своей стороны абсолютно. Нет, конечно, ну, слушайте, ну кто-то должен начать говорить об этом, может быть, кто-нибудь услышит там. Давайте, я, конечно, мечтатель, не кремлевский мечтатель. В Газпроме, как услышат, сразу насыпят денег побольше. Заплачут, заплачут и пойдут пересчитывать зарплаты. В Газпроме, кто говорит, в Газпроме не самая высокая зарплата, коллеги. Ой, бедная, бедная. Не, не бедная, но для рабочих, к сожалению, вы посмотрите, в Тюбинской области... Пример, 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 я не о председателе говорю, я говорю о рабочих. Вот, например, что... А у рабочих и у рабочих... Так проблема в том, что вот если вы сейчас даже скажете, что рабочий получает 100 тысяч, и мы скажем, вау, то выяснится, что председатель получает, я не знаю, 10 миллионов. Личную работу в другом бизнесе люди получают меньше. Я знаю, сколько получают в Газпроме. Как говорит Дмитрий, давайте... Знаете, я вам пример приведу, например, открытый акционер общества Сургут нефтегаз. 105 тысяч работников. У них главный акционер Владимир Богданов. Так вот, там Сургут единственное, и плюс еще совхоз, не могли присоединиться к положению минимальной заработной плате, а какое думаете, 5200 рублей, включая премиальные и компенсационные. А вы говорите... Ну, надо разделить, подождите, надо разделить. Ну, тогда не знаете, не говорите огульно цифрами. Давайте сделаем рекламную паузу. Бумаги отдельно, деньги отдельно. От того, что они не хотят подписывать какие-то бумаги, они совершенно правы. Да не бумаги, а платят там совсем копейки. Господа, рекламную паузу... Плюс всякие надбавки, премии и... Владимир Георгиевич, Владимир Георгиевич, давайте, Дмитрий, давайте сделаем рекламную паузу. Пора, сейчас продолжим, не гасите свой пыл, через несколько минут. Возвращаемся в эфир. Открытая студия, мы сегодня говорим о зарплатах. Вы знаете, я хочу представить собеседника, который ненадолго, но подключается к нам по интернету, из Хабаровска. Я представляю вам, врач Ольга Николаевна Еремина. Ольга Николаевна, добрый вечер, доброй ночи у вас уже, наверное, да? Да, да, ночь уже, 12 час, здравствуйте. Да, здравствуйте, спасибо, что вы нам уделяете время. Я... Давайте мы так поступим, чтобы всем было понятно, почему мы вас сегодня пригласили. Мы хотим показать сюжет нашего корреспондента Алексея Спиричева, чтобы все было понятно в вашей истории. А потом поговорим и узнаем мнение наших собеседников. Давайте сюжет. Ольга Еремина уже несколько месяцев пытается доказать в суде незаконность своего увольнения. Три выговора, а потом уведомления о расторжении контракта. Она получила после того, как стала задавать главврачу неудобные вопросы о своем заработке. По крайней мере, так звучит версия уволенной. Мы потеряли существенно в зарплате. С января нам обещали, что ситуация изменится, она не поменялась. И так как те люди, которые начали задавать главврачу вопросы, попали в список неугодных. Все началось с того, что кто-то из работников поликлиники передал журналистам бухгалтерские документы, где указано, кто и какие премии получает к своему окладу. Личный водитель главврача получает 43 610 рублей 35 копеек при окладе в 5 тысяч. Акушер-гинеколог высшей категории врач 16 899. В поликлинике говорят, цифры в этих ведомостях не соответствуют реальности. В письме журналистам руководство медучреждения призвало уничтожить конфиденциальные документы и сообщить имя того, кто отдал эти бумаги. Это были черновики, и они у нас были украдены. Поэтому вопросы мы тоже подали в прокуратуру для того, чтобы найти, кто это сделал. Впрочем, в разнице зарплат работников главный врач не видит ничего криминального. С сентября прошлого года право распределять премиальный фонд в медучреждениях доверили руководству на местах. Поэтому и делят деньги на свое усмотрение. Однако врачей поликлиники это не устраивает. По их словам, премии получают больше не врачи, а бухгалтеры, системные администраторы, водители и секретари. А тех, кто с такой практикой не согласен, награждают выговорами и даже увольняют. Дело все в том, что у меня тоже 4 иска поданы в судебные инстанции по рассмотрению дисциплинарного взыскания. Единственное от увольнения меня еще спасает то, что они находятся в суде. И по закону уволить невозможно. Врач Ольга Еремина уже смогла добиться в одном из судов отмены приказа о своем увольнении. Но Краевой суд отправил дело на новое рассмотрение. А это значит, что ближайшие несколько месяцев медику вместо того, чтобы лечить людей, вновь придется собирать доказательства и тратить деньги на адвокатов. Так, напоминаю, что это была история с Хабаровской. Итак, героиня этого сюжета, Ольга Николаевна, с нами на связи. Ольга Николаевна, я хочу только уточнить две вещи. Это позволите. Во-первых, какая у вас специальность и какой у вас был оклад? Или есть оклад? Да, и есть ли в вашей организации профсоюзный комитет? Так, давайте поучили. Значит, специальность и оклад, да. Значит, сначала специальность, я врач-невролог высшей категории. Вот, оклад у меня 4700. А на руки вы получаете сколько? Вот 4700 получаете или есть какие-то премии все-таки? Нет, это оклад, ну, зарплата, вот, допустим, за этот месяц у меня составила около 20 тысяч. 20 тысяч. Так, понятно. И спрашиваю Владимиру Георгиевичу, если у вас профсоюз сразу. Да. Кажется о своем, да. Значит, профсоюзная организация у нас в поликлинике была до моего прихода. Но главный врач делала все, чтобы эту организацию разогнать. Сейчас у нас совет трудового коллектива, который полностью выполняет все распоряжения главного врача. Да, к сожалению, по закону, если нет профсоюзной организации, больше никого, кроме как руководителя. Ну, совет трудового коллектива, как правило, туда назначает руководителя своего заместителя. И проблема, так сказать, не закрыта. И в России в этой ситуации не решить проблему. Скажите, Ольга Николаевна, вот, да, мы услышали, что премию начали получать бухгалтеры, администраторы, водители, секретари. Но это так всегда, к сожалению, часто бывает. Но, скажите, а у главврача зарплата, как вам кажется, вот она большая слишком или она нормальная? Вот вы знаете оклад главврача вашего? Я не знаю оклад главного врача. Дело в том, что руководитель предприятия наверняка должен, конечно, получать больше, чем у работники. Потому что, в принципе, зона ответственности разная. Рядового даже врача и, допустим, главного врача. Об этом никто не спорит. Но вопрос в том, что почему, допустим, люди одного и того же звена, допустим, два врача, выполняющие одну и ту же работу, два заведующих примерно одинаковых подразделений, почему вот именно у них разница зарплаты достигает в некоторых случаях разы? Вот это, я считаю, не должно быть. Однозначно. Это первое. А второе. Основные деньги для поликлиники зарабатывают непосредственно врачи и медсестры. То есть те, кто оказывают услуги. И, соответственно, чем больше мы примем больных, чем лучше мы будем работать, тем больше заработает денег поликлиника. Но когда распределяются деньги, почему-то меньше всех получают именно те люди, которые эти деньги зарабатывают. Да, пожалуйста, вопрос. Ольга Николаевна, вы сказали, у вас оклад 4700 рублей. Но это минимальный должностной оклад. По России должен быть, по закону. Поэтому, как врач, вы не должны иметь такой оклад, как минимум. Но 20 оклад. Нет, оклады сейчас мы часто так. Это по меня оклад у заведующих. Значит, у заведующих. У заведующих. А что, так сказать, ниже? Ведь ниже 4611 рублей даже по закону в России нельзя ставить оклад. Это оклад. А дальше пошли 30% медицинского оклада. Ну, понятно. Дальше-то понятно. Я только по окладу. Просто обидно, что... Да, оклады такие у нас врачи. Еще меньше оклад. Это у меня оклад, как у заведующих изделений. Так, давайте узнаем мнение Михаила Леонидовича. Михаил Леонидович, я понимаю, что, видите, по-таминку отрицают слово «справедливость». Но, может быть, действительно, лично водитель главврача, который получает в два раза больше, даже в два, больше, чем в два раза врача на успех. Парниво? Он же ввозит, понимаете? И что с этим делать? Понимаете, справедливость бывает разной. Собственно, вот сейчас, когда мы видим кризис, который приведет к сильному падению уровня жизни населения, он неминуемо как раз вызовет усиление чувства справедливости во всем мире. И справедливость может быть разная. Она может быть религиозная, она может быть национальная, она может быть социалистическая. Не важно. И она разная. Поэтому говорить о справедливости можно только в рамках принятой в данном регионе, в данной стране подхода. Но сейчас он у нас разрушается. То есть вот та православная, наша социалистическая справедливость, которая у нас была, она целенаправленно разрушается. Мы видим и ювенальную юстицию, которая разрушает семьи, и много еще чего. Такой дикий капитализм. Совершенно очевидно, что нужны какие-то инструменты защиты, потому что в советское время были и профсоюзы. Сколько бы ни говорили, что они были послушные, тем не менее, слишком сильно обижать людей они не давали. Была трудовая инспекция, и много еще чего было. На самом деле человек, в конце концов, мог написать в комитет партийного контроля письмо. И вот это как раз для любого начальника было куда больше угрозой, чем все остальное. И в этом смысле у людей были механизмы защиты. Сегодня основная проблема состоит в том, что защиты нет. Что руководитель, наоборот, может платить специалистам очень много, а водителей не будет, потому что водитель за маленькие деньги работать не будет. А, соответственно, в этом случае поликлиника будет рассыпаться, потому что там некому будет чинить свет. Я просто приведу историю, с которой я сам столкнулся. Мне объяснили, я был в Нижнем Новгороде, читал лекцию. Мне говорят, что там экскаваторщик стоит 70 тысяч рублей в месяц. Это было в 2007 году. Ну или весной 2008. Я говорю, а почему 70? Это очень много для Нижнего Новгорода. Мне говорят, а очень просто, потому что в Москве платят 80. И если мы ему дадим меньше 70, он будет за 10 тысяч ездить в пятницу в Нижний Новгород, а в воскресенье вечером в Москву, получать свои 80 тысяч, и вот у него 70 на руки. И все. И ты не можешь ему платить меньше, и он просто работать не будет. Я спрашиваю, а почему нет конкуренции? Мне говорят, а потому что что такое хороший экскаваторщик? Это человек, который может ковшом экскаватора закрыть спичечный коробок, его не сломав. Это надо учиться. Кто же позволит человеку, который получает 70 тысяч, кого-то учить? В результате у нас полностью разрушается вся система и подготовки кадров, и соотношение заработных плат. И в этом смысле у нас начинает разрушаться вот сама система отношений людей. И это надо менять на системном уровне. Это нельзя решить на уровне одного предприятия. Но, смотрите, Дмитрий, вы наверняка, мне так что-то кажется, что вы согласитесь с позиции главного врача. А вы считаете, что нормально с точки зрения цифр, что одни специалисты одного уровня, одной категории, уровня образования и нужности в профессии, могут получать разные деньги. Да, или что деньги зарабатывают врачи и медсестры, а, значит, премия, они там в пастах власти будут плестись. Вот к этому как относиться? К этим цифрам? К этим цифрам надо относиться следующим образом. Значит, как мы видим, это очередное государственное учреждение. Где почему-то у нас граждане очень сильно уверены, что в государственных учреждениях справедливости больше, чем в частных. Я могу вас уверить, что все диаметрально противоположно. В частных учреждениях есть такое понятие бизнес-процессы, которые прописываются до запятой, до физиомоторики. Вот сейчас, смотря на эту ситуацию со стороны, я могу вам развести две стороны абсолютно. Как оправдать одну, так и оправдать вторую. Ну попробуйте, да. Например, я вам приведу со стороны главного врача, он скажет следующее, что два специалиста, они на самом деле не столь равны по причине того, что один из специалистов выполняет какую-то, ну, например, он еще на машинке шьет вечерами. И эти ленточки, например, там, не знаю, уходят к нам в гардероб. Вот благодаря тому, что в государственных учреждениях не прописаны ни бизнес-процессы, ни технологии выполнения работ, плюс ко всему есть мифическое слово специалист, которое не прописано до запятой, я подчеркиваю, до запятой, до физиомоторики, как должен человек принимать пациента, как он должен заполнять карточки и так далее. То есть есть возможность принять человеческого фактора. Дмитрий, ну это уловка для самоуправства, понимаете? Это уловка для... Подождите, подождите, Ника, давайте стоп-стоп-стоп, давайте все-таки, мы находимся над боем, наша задача не принимать ни ту, ни другую сторону. Вот представьте, что вы на месте судьи, и вот слово самоуправство давайте не употреблять в данном контексте. У нас есть конкретный случай, когда главврач может доказать в суде, что эти специалисты могут получать разные суммы. И напомню, что в гражданском законодательстве подающий иск обязан обосновать свои требования. И, к сожалению, закон пока по-другому не написан. И либо мы, еще раз говорю, будем идти по закону, либо будем создавать второй закон. Но он будет такой же лжив, если мы не пойдем по жестким требованиям. Почему один и тот же специалист получает разную зарплату? Может быть, это разные специалисты? Может быть, они называются только там, условно говоря, назову, пакет молока может существовать полуторапроцентный, но это тоже молоко. И трехпроцентный, чтобы для всех граждан было понятно. Ольга Николаевна, это разные специалисты? Это другая молока, но стоит он в два раза. Сейчас, давайте уточним, Ольга Николаевна, это разные специалисты? Вот действительно, вот то, что говорит Дмитрий Валерьевич, можно так подойти к этому вопросу? Я поняла. Здесь, смотрите, немножко другая ситуация. У нас вот 1 сентября новая система оплаты труда, и она четко не прописана вообще никоим образом. То есть, есть минимальная оплата, то есть, соответственно, с окладу со всеми надбавками. Есть повышающий стимулирующий фонд, где ставятся баллы. И есть уже, как бы, там оставшиеся деньги, которые распределяются в виде премии. И так как не прописаны критерии, то каждый руководитель сам решает, каким образом эти деньги распределяют. То есть, нет четкого прописывания, что за эту работу вот должно быть столько-то или такой-то процент. Получается так, что за один и тот же объем работы главный врач может одному специалисту, даже если это примерно одинаково врачи, поставить 100%, другому 200%, а третьему 5%. Мы обращались в управление здравоохранения, в инспекцию труда, и нам было сказано, что согласно трудовому законодательству нарушений со стороны главного врача никаких нет. То есть, он сам решает, какой процент устанавливать каждому работнику. Если бы хотя бы примерно было прописано в этой системе оплаты труда, что вот эту работу вот эта сумма, за эту работу вот эта, то было бы намного проще. Давайте, я прошу прощения, сделаем сейчас небольшую паузу. Сейчас вернемся к этому разговору, еще и Денис у нас молчит, сейчас вернемся. Возвращаемся в эфир. Я, во-первых, не сказала про голосование, извините. Конечно, как всегда на форуме оно висит. Ваша зарплата превышает минимальный МРОД, средняя региона достаточно большая, 78% пока пишет, превышает минимальный МРОД. Но тоже есть уловка в этом вопросе, потому что она может превышать на 2000, может превышать на 20. Но тем не менее, я хочу извинить у всех, что у нас такой наплыв сообщений на форуме, что пока форум обвалился. Но вы пишите и звоните, я надеюсь, что нам его восстановят. Так, возвращаемся к нашей истории. Смотрите, Денис, вот есть ситуация, да, она похожа, к сожалению, на многие, вот в Хабаровске, да, то, что Ольга Николаевна у нас сейчас рассказывала. Она похожа на многие ситуации, потому что мне пишут Ульянов на форум. Значит, со слов хорошего знакомого, знаю, из Омска, директор получает 200 тысяч рублей в госучреждение, это вот к Дмитрию Потапенко, техничка 5 тысяч рублей. Везде такой порядок цифр. Вот еще пишут сейчас, в Калуге большинство людей очень низкие зарплаты, но для Калуги даже у начальника 50 тысяч, а у обычного человека 5 тысяч, у обычного подчиненного, значит, тоже не получается. Какой вы совет можете дать Денису, Ольге Николаевне? Вот что делать? Вот человек один суд выиграл, второй суд выиграл. Вы правы, это действительно типичная ситуация, и вот ко мне недавно обратился один руководитель военной части, у него такая тяжелая история, он пришел, значит, стал новым руководителем, и предыдущее руководство части, оно фактически получало зарплату за мертвые души. И когда он это начал скрывать, то против него начали возбуждать уголовное дело, прокуратуру и так далее. К сожалению, вот руководители государственных учреждений, которые существуют за счет бюджета, они не выдерживают искушения вот этим вот распределением зарплат. Очень часто бывает, что водитель, заместитель, секретарь имеет какую-то неимоверную зарплату, которая, естественно, получает, делится ее в наличном виде с тем руководителем, бухгалтером и таким узким кругом доверенных лиц, которые формируются в каждом таком учреждении. Это практически повсеместно происходит, поверьте мне, у меня родители сами, оба врачи, примерно представляют, как это все происходит. Вы понимаете, безысходность есть в этой ситуации, да, вот как? А можно, скажу, понимаете, если в правовом поле это рассматривать, ведь действительно трудно, скажем так, взять за одно место этих людей, только если предать огласки, только довести до высшестоящих органов. Я хочу напомнить историю доктора Хренова, который предал огласки, как мы знаем, историю Иванова, и у него уже год огромной неприятности. Вот мы следим за этой ситуацией, похоже, что все-таки выкинут, уволят из больницы. Да, пожалуйста, Михаил Леонидович, пожалуйста. Как это было при советской власти? Там ключевой вопрос был критерий качества работы учреждения, за которое руководитель отвечал главой. Не соответствует качеству, грубо говоря, попал в нижние 5% по стране, вылетаешь в должность, или там в нижние 10%. Но для этого существовало целое министерство, министерство труда, со своими подразделениями в регионах, которое занималось тем, что придумывало очень много разных хитрых коэффициентов, которые косвенным образом, комплексным образом оценивали деятельность всего учреждения. Сегодня этого нет. Так вы за министерство труда или нет? Я не поняла. Вам это, как, министерство труда, нравилось, что оно было? Нет, я за министерство труда. Да, оно должно быть хотя бы для того, чтобы понимать, как для государственных учреждений оценивать качество работы. Потому что сегодня в большинстве учреждений качество работы – это уровень зарплаты его руководителя. Чем выше зарплата руководителя, тем качественное учреждение. И это не просто так. Дело в том, что в любом регионе, особенно если это не областной центр, а, скажем, райцентр или еще меньше, существует некоторая иерархия местной элиты. Начальник больницы – это важный человек, а какой-нибудь начальник отдела в райздраве – не очень важный. И они друг за другом тщательно следят, чтобы если человек был выше по иерархии, которая чисто неформальная, чтобы у него и квартира была лучше, и машина была лучше, и дети лучше одевались и так далее. И в этом смысле начальник больницы или начальник поликлиники, который обладает высоким статусом, если он не будет соответствовать, он просто лишится своего места. Вот это тоже очень важный факт, а его тоже нужно учить. Еще раз повторю, главная беда состоит в том, что государство не выработало критерии качества работы предприятий. У школи это государственные предприятия. Я хочу дополнить. Если частные предприятия, там могут быть свои критерии. Мы сейчас дойдем до частных данных. Да, баловый объем. Да, я хочу дополнить. Извините, пожалуйста, в начале репортажа вы сказали, что было какое-то понижение уровня зарплат. То есть, собственно, история, о которой вы рассказываете, Хабаровская, конфликт начался с того, что были ухудшены условия, я так понимаю, оплаты. Правильно? Или я... Да. А в связи с чем, Ольга Николаевна, почему вы потеряли? Из-за обилиновой системы, да? Нет, не только из-за этого. У нас в поликлинике образовался перерасход заработной платы. Хотя поликлиника бюджетная, и, по идее, перерасхода никакого не было. Ну, не должно было быть, по крайней мере. Вот. Нам заверили в управление здравоохранением, что реально перерасход был. И до конца декабря главному врачу дали срок, чтобы выровнять эту ситуацию. И сказали, что с 1 января ситуация поменяется, все успокойтесь, деньги... Мы все это дело выровняем. И с 1 января вы будете получать, ну, как бы... Да. Нормально все. Ну, получается так. Так, вот сейчас добавили по программе модернизации здравоохранения. Сколько? Федеральная программа. Казалось бы, зарплаты должны быть больше. Ну, то есть, получается, как с той зарплатой, что мы получали, мы еще дополнительные деньги. А как ни крути, особой разницы-то нет. А это везде такая... Это уловка, действительно. Вот добавили вроде здесь, но за счет этого убрали что-то, что было раньше. Это все жалуются странно. Нет, а фонд, заработная плата не поменялся, фонд остался тот же. Так, вот, уважаемые коллеги, я поддерживаю и Михаила, и Дмитрия. Дмитрия поддерживаю в том плане, что действительно на сегодняшний день нет технологических процедур. Значит, ну и даже сегодня мало кто понимает, что такое фотография рабочего дня. Вот он, как работодатель, он у себя на предприятии и на предприятиях, он это провел. У него действительно там до секунды просчитано, кто чем, как должен заниматься, когда... Сейчас дойдем до зарплаты, он на его предприятие. Не секундочку, как перерывы там и так далее, и так далее. В бюджетной сфере этого сегодня отсутствует. Но, уважаемые коллеги, вот мы, например, в Санкт-Петербурге эту тему решили. Каким образом в бюджетной сфере? Мы три года назад в Санкт-Петербурге приняли закон для бюджетников о заработной плате. Он отличается резко... Чтобы они ниже вот 700 рублей, да. Нет, это минимальная заработная плата. А закон говорит, распространяется на всех бюджетников, на здравоохранение, народное образование. В чем суть? В чем суть? Каждая специальность оговорена. Значит, врач такой-то, у нее ставка такая-то, дополнение к нему. То есть все врачи в любой поликлинике, у них одинаковая ставка. А вот премии и прочие надбавки разные. У кого-то стаж больше, у кого-то профессионализм больше. Но эта ставка должна быть нормальная. Зарплата разная, а ставка одинаковая. Но, значит, это закон, дорогие мои, региональный, Санкт-Петербурга, который действует на бюджетников. Более того, в этом году приняли закон и в Ленинградской области уже такой. Больше я не знаю законов Российской Федерации, когда бы субъект принимал закон. Но, вот смотрите, Михаил Леонидович, ведь такая история, если я правильно помню, вот да, вот... Собрались и говорили, чтобы одинаково... Ведь она была во время Великой депрессии, когда тоже собрались и начали договориться о том, что все-таки была какая-то унифицированная ставка, зарплата как-то называлась, по специальности. Была же такая история. Это тарифная сетка. По рабочим, да. Только другое дело, что начинается, допустим, с 2000 рублей, а должна вообще-то начинаться с минимальной заработной платы по региону. И тогда это... Да, это я поняла. Но вот смотрите, и что делать еще, вот Ольга Николаевна, например, тут же Хабаровск город хороший, но не очень большой, поликлиник не очень много. Существует еще солидарность работодателей. Человек даже, у него нет возможности пойти на другую работу. То есть, скорее всего, либо не возьмут, либо будет то же самое. Да, пожалуйста. Это понятно. Эта ситуация сложная, действительно. Если имеет место избыток врачей в регионе, то что им делать, непонятно. Единственное, что открывать частную практику, которую теоретически можно открыть. Но это была проблема всегда, что никакой работодатель не любит скандалистов. Конечно. Вообще, не секрет, что есть люди, которые умеют очень качественно бороться за свои права, и легче удовлетворить его требования, чем с ним засудиться. Но это такой специальный склочный характер. Я знаю таких людей, я и когда чиновником был с таким, сталкивался. Я правильно понимаю, у кого склочный характер? В данном случае у Ольги Николаевны? Вы кого имеете в виду? Нет, я говорю, что есть люди, которые умеют защищать свои права. И делают это не всегда, может быть, даже законным образом, но умеют. Но большая часть людей так себя вести, им просто неприятно так себя вести. И, конечно же, когда они начинают ругаться с работодателями, у них начинают возникать проблемы достаточно серьезные. Кроме того, нужно понимать, что на госслужбе всегда были во все времена и во всех странах черные списки. Если человек туда попал, то его на госслужбу уж точно не возьмут. Ну и так далее. Это не госслужба. Ну, Ольга Николаевна не претендует на госслужбу. Это не госслужба. Врачи, это не госслужба. Хорошо. Бюджетники, да. Ну, хотя оно, это бюджетники. Да, да. Но нужно при этом понимать, что, вообще говоря, существуют вещи, которые в общественном мнении считают неправильными, и тогда публичная борьба почти всегда приводит к успеху. А бывают ситуации, когда люди считают, что, в общем, нет, руководители поступили на общем, они в своем праве. И тогда это бессмысленно. Вот надо понимать, я понимаю, что сегодня борьба за то, что, как бы, разница в зарплатах, она обществом, скорее всего, поддержана не будет. Почему? Может быть, это и неправильно, может быть, государству нужно этой проблемой озаботиться. Еще раз говорю, выражаясь словами Димы Потапенко, нужно прописать бизнес-процессы с тем, чтобы зарплата была у бюджетников более объективная, и нужно установить нетривиальный критерий качества работы учреждения. Неважно, поликлиника это или еще что-то. И без этого никак. Такая же ситуация, например, в школу. Да. Ну, да, вообще-то, да, все бюджетники. Ну, давайте вспомним, что мы говорим, вот, врачи-бюджетники. Но главврач-то тоже бюджетник. Он-то себя что, как капиталист ведет, понимаете? Это вот у нас, мне нравится, нет? Он ведет себя не как капиталист. А как кто? У него, государство ему предоставило некое право. Да. Он ведет себя как швейцар. Да. И он, соответственно, оптимизирует некоторую функцию. Он оптимизирует некоторое свое понимание правильности. Да. Государство... Это его справедливость. Да. Государство-то свое... И, к сожалению, закон на его стороне. Потому что у него право есть. Это его законная справедливость, я бы сказал. Главврач прикинул. Два непонятных слова говорите, Дима. Я как главврач должен ездить на машине. Водитель меньше, чем за полторы тысячи долларов работать не будет. Значит, я ему должен платить эти полторы тысячи долларов в виде премии. Потому что он никак не заплатил. В Израиле был случай не так давно, когда сотни врачей, сотни врачей взяли и уволились все из этих больниц. Вот это был демарш, потому что вот это был демарш против маленьких зарплат. Мы уволились всего на три дня. У нас опасно, да. Но все равно у нас опасно, потому что я потом не возьму за климент, там, и пятый... Ой, Ганг, я вам хочу еще добавить. Вы поймите, это возможно только при условии, что есть некоторый контракт, ну, некоторые отношения между обществом и государством. Вот сегодня у нас таких отношений нету. То есть, на самом деле, мы не знаем, какова будет реакция государства на Димаш. Вот они, врачи, возьмут и уволятся, и придут в поликлинику забирать свои документы или еще чего-то. А, соответственно, главврач вызовет ОМОН, их всех повяжут на две недели за нарушение... Да, кстати, не все имеют право на забастовку врачей. Не все имеют право. Ну, там еще целый... Это вам надо инсультировать отдельно по поводу профсоюзов. Вы понимаете, что сделал Реган с авиадиспетчерами в начале 80-х? Он их просто истребил всех, как вид. Потому что считал, что нечего устраивать забастовки. Вот нужно понимать, что до тех пор, пока общество не выскажет своего мнения в целом, до тех пор, пока не будут отработаны механизмы защиты своих прав, в том числе апелляции к общественному мнению, и до тех пор, пока государство не определит критерии, но, в конце концов, давайте потребуем, чтобы государство определило качество работы поликлиник и школы. Михаил, вы... Может быть, оно определит. Кто, кого это сделает, может, будет понятно, о чем разговариваем. Михаил, вот я вас поддерживаю по многим позициям, но я хочу сказать, что, например, в Санкт-Петербурге, я еще раз привыкну, и сегодня, и в Ленинградской области, таких проблем практически нет. Есть отдельные случаи. У нас проблема сегодня с федеральными бюджетниками, а вот региональные бюджетники, муниципальные бюджетники, и бизнес любой, малый, то, средний, большой, у нас есть договоренность на уровне трехсторонней комиссии, у нас есть положение трехстороннее, положение минимальной заработной платы. А все равно, все равно, понимаете, Владимир Георгиевич, это получится, даже если мы вам дадим 10 тысяч, у нас будет по 700, понимаете? Да нет, вот такой случай, который в Хабаровске... У нас будет 800, нас еще интересует разница вообще вот... Да, вот разница у нас есть, вот, например, по Санкт-Петербургу, в Хабаровске. Вот, по Санкт-Петербургу, у нас статистика такая. Михаил, секундочку. У нас в 19,5 раз разница между... В 19,5 раз между топ-менеджментом и обычным... Да, да, где-то, но... А вообще, мировая практика европейская... Все 8, по-моему, да? Нет, максимум 10. У нас 19,5. Вот мы сейчас поставили задачу на уровне... Понимаете, для нас это уж какой-то пол для гордости, получается, в нашей трене. Что вы хотели, Михаил Владимирович, добавляйте, я еще Ольге... Извините, Михаил. А, нет, я просто хотел сказать, что как только вы определяетесь тем, кто и как работает, можно будет понять, какая разница. Потому что фонд заработной платы на учреждение фиксирован. И дальше у руководителя простой выбор. Либо он получает большую зарплату, а учреждение работает плохо, его, в конце концов, выгоняют. Либо он, соответственно, платит своим сотрудникам много, и у него в этом смысле все хорошо. Но зато у него зарплата меньше. Давайте вспомним... И тогда это его выбор. Давайте вспомним о том, что... Но когда критериев нету, то, понятное дело, что его собственная зарплата начинает играть для него более важную роль. Давайте вспомним о том, что фонд заработной платы, он один для всех. И для начальника, и для всех подчиненных. Значит, ты себе взял больше и меньше, да? Поделись, называется, с товарищей по партии. Давайте нам надо заканчивать наш телемост с Хабаровском. Ольга Николаевна, я понимаю, что мы вам реально, честно говоря, ничем не помогли. Но чем мы вам можем помочь? А главное, чего вы, судья, добиваетесь? Еще раз нам скажите. Прибавки денег? Или чего? Да. Сейчас объясню. Значит, вообще, вот если немножечко как бы в общих словах сказать, что у нас-то вопрос по зарплате возник не потому, что мы там решили бунт устроить или еще что-то, а по простой причине, что у нас за один и тот же объем работы уменьшилась зарплата. Вот из-за этого-то возникся весь сербор. Не потому, что мы там требовали каких-то мистических зарплат. А вот, допустим, за одну и ту же работу получала я 5 тысячи зарплату, к примеру, а через месяц мне сказали, что, извините, мы тебе можем платить за эту же работу 3 тысячи. Ну, это я так, как бы, примерно. Я поняла, я поняла. А шансы есть выиграть? А вот это не уменьшается, а он увеличивается. Ольга Николаевна, да, ну, заканчивается, извините, да. Да-да-да, все. И по поводу того, из-за чего-то, ну, вот, начался конфликт, и смысл так в чем? Я, как всегда, была работником хорошим и неконфликтным. Я в связи с переводом мужа военнослужащего сменела ни одно место работы, и всегда были только положительные отзывы. И то же самое было в восьмой поликлинике. Но как только я стала неугодной главному врачу, мне за полтора месяца объявили три дисциплинарных наказания. Ну, понятно. Вот это страшное дело, начинают сечь людей, чтобы они там на минуту позже не пришли. Да, мне было сказано главным врачом, открытым текстом, у вас была возможность уволиться по собственному желанию, а теперь вот, что вы хотите, что хотели, то и получили. Да. Я говорю, мы не требовали ничего-то там внушнего, мы просто просили. Если бы я одну и ту же работу делала в прошлом году, почему я в этом году должна за нее же получать на 5-10 тысяч рублей? Давайте, совет, от вас. Конечно, если бы была там профсоюзная ячейка, мы бы могли... А они могут сейчас создать? Смотрите, сейчас еще у них не команды создать профсоюз. Это вообще... Могут восстановить. Я, кстати, позвоню Хабару своему коллеге. Ой, позвоните, мы вам дадим номер поликлинического, может, сам по коллеге... Вот если бы было, там однозначно был бы контроль. А раз нету, директор, ну, как бы, прав, и тут по-юридически доказать очень сложно. Ольга, скажите, пожалуйста, номер вашей поликлиники в Хабаровске. Муниципально-бюджетное учреждение здравоохранения, городская поликлиника номер 8. Номер 8, да. Все понятно. Давайте, я благодарю вас, наша сессия сейчас заканчивается, вы все-таки, вам спокойной ночи. Не переживайте, желаю вам побед в ваших судах, а со стороны профсоюза попробуем вам помочь. Спасибо огромное, мы идем на рекламу. Не переключайте, сейчас продолжим. Возвращаемся в эфир. Несколько цитат с форума. Очень люди ругаются. И снова поднимают вопрос с обманом по цифрам средних зарплат. Мы говорили об этом в эфире. Это, конечно, немного другая тема, что, конечно, средняя зарплата, это, как всегда, начальника скрестили с уборщицей, и получилось, а люди пишут, что они по 6-7 тысяч реально получают. СТКТФХар пишет, у нас в республике Коми, вот говорят о 30 тысячах, народ удивляется, потому что получает 8-17, а, хотя 8-17, но не 30, откуда это? Значит, пишут сейчас, одну секунду, в Ижевске, вот пример тоже медицинский, Ижевск, бюро медико-социальной экспертизы, главный эксперт, получает зарплату более 300 тысяч, а простой врач около 15, и все боятся куда-нибудь написать. Пишут из Петербурга, что профсоюзы в Питере на госслужбе, в таможне, начальник отдела имеет 100 тысяч рублей премии, а простой сотрудник ничего. Это федеральные службы, это проблема. Но все равно, еще вопрос о премиях, да, еще вот отдельная история про премии, потому что премия точно никому не досталась. Давайте я вам покажу еще, ну что, звонки или графика, звонки или графика, дайте звонки послушаем, продолжим. Говорите, слушаем вас, добрый день. Глонти, Ольга Викторовна, я бы хотела спросить, откуда? Вообще, люди, которые ведут программу, они вообще понимают, о чем они говорят, потому что обычно идет разговор по Москве и по Ленинграду, а остальная Россия, на что она живет, что она получает, кто-нибудь об этом задумывался? Я преподаватель детского сада, я получаю 1800, но у меня 4 дня в неделю получается мало уроков. Где-то в Москве, в Ленинграде получают по 60, по 90, по 100, по 200 тысяч, и они вообще не понимают, как остальные живут. А цены, между прочим, на продукты одинаковые. Да, у Ставрополя, у меня сказали, доктор Ставрополь, сейчас еще один звонок, говорите, слушаем вас, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я Юринцева Елена Михайловна, в город Тольятти, работаю на автозаводе. Вот я хотела сказать про то, что у нас полностью в стране просто стали истреблять производителей, и неинтересно стало получать зарплату как производителям, потому что разница между тем, кто производит, и тем, кто перепродает, колоссальная, перепродавать стало гораздо выгоднее. У нас на заводе рабочие на конвейере 12-15 тысяч с выходами, еще и по выходным. А менеджмент получает почти 100. Это те, кто перепродает. И у нас теперь одни перепродажи. Не в Китае, а туда-сюда. А своего-то нету производства. Да, и мы поняли. Спасибо, Елена Михайловна. Короткий, если можно, чтобы не уходить все-таки в тему, вот среднюю зарплату мы сегодня обсуждаем. Ольга Викторовна, Ставрополь, смотрите, 1800 полставки. Даже если сложить будет 3600, у нас нету таких минимальных закладов. Да нет, конечно. А ладно, у нас даже по минимальной это еще 116. Значит, что делать человеку, коротко скажите? Нет, это надо обратиться в Рострудинспекцию и в прокуратуру. Трудинспекцию никто не отменял, запомните, никто не отменял. Это нарушение закона. В каждом субъекте есть Рострудинспекция, которая гарантирует оказать помощь и разобраться в этой ситуации. Надо только не стесняться идти туда. Если, конечно, вы не член профсоюза. А если член профсоюза, идите в Федерацию профсоюза. Однозначно. Да, Михаил Ильич, пожалуйста. В городах, кстати, и в Москве очень низкая заработная плата. Очень низкая. Ну, в Санкт-Петербурге средняя зарплата по аптеке, как говорят, по комнате, 28,5 тысяч. Я хочу вам, если позволить, представить еще одного собеседника, который подключается к нам по интернету из Лондона. Москвичам это человек хорошо знаком, да и вообще тем, кто смотрит телевизор. Часто это музыкант, предприниматель Джон Борен. Джон, добрый день, слышите меня? Да-да-да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы с вас как-то не сразу нашли, так что подключайтесь. Смотрите, вы не слышали предыдущий разговор, но скажите, ваш все-таки западный и российский опыт. Вас не удивляет, что в России такая разница в окладах между средним и низшим персоналом какой-нибудь компании и топ-менеджментом. Вот какой допустимый разброс, как вам кажется, может быть? Ну, я затрудняюсь это говорить по другим способам, кроме того, что я сейчас скажу. Я считаю, что целиком модель бизнеса и работа подозрителя и рабочего совершенно неправильно в России. Так. Люди, с одной стороны, работе не относятся серьезно к своей работе, с другой стороны, работодатели относятся неправильно к своим рабочим. Эти низкие зарплаты, я не понимаю, как люди могут на них жить, и явно понятно, что что-то там неправильно. для человека, который с утра до вечера и делает какую-то там не очень интересную работу, они очень низкие. Это потому что, мне кажется, что люди приезжие готовы делать эту работу за эти деньги. Ну, не только приезжие и местные, да, и местных, сколько у нас врачей, медсестер по городам. Бюджетные приезжие. К сожалению, и не только в России, профессиональные, как учителя, докторы и так далее, они все были низкооплачиваемыми. Они низкооплачивали и в Англии тоже. Джон, я прошу, извините, скажите, а нет ли какого-то закона в Великобритании, я просто не знаю, я честно спрашиваю, который бы устанавливал... Тарифные ставки, там оклады. Ну, как бы минимум, да, что оклад начальника не может быть в 10 раз больше, чем средний оклад. Или может быть у одного миллион футов, у другого там 500. Да, пожалуйста. Ну, сейчас очень много директивов из Европы мы получили, и мне кажется, что есть кое-какие. Но в данный момент, после кризиса 2009 года, когда налогоплательщикам пришлось спасти все наши банки, которые перетратили и оказались в долговой бире, мы, то есть налогоплательщикам требовали, чтобы был какой-то там разумный уровень зарплат, которые люди получают в банковском сфере. Сейчас они получают громаднейшие деньги и непонятно за что. Поэтому я уверен, что если не существует вот такой максимальный банк, то что скоро это... Потому что это невозможно. Скоро будет. Понятно. Подарется ситуация. Так, я хочу спросить собеседника в Москве, Дмитрия Потапенко. Дмитрий, ну скажите, вот у вас свой бизнес, да? Я... А как вы мыслите, вот как вы мыслите, начисляя себе зарплату, да? Вот вы как размеряете собственную зарплату по отношению к, я не знаю, продавцам, которые работают в ваших магазинах, по отношению к поварам, официантам... Никас, кто вам сказал, что у меня есть зарплата? Вы... А на что вы живете? Подождите. Не-не-не, Ника, я еще раз задаю вопрос. Кто вам сказал, что у меня есть понятие зарплата? А что это? Премия, что это? Как вы это называете? Ника, это называется доход. Например, закрытые, благодаря действиям московского правительства два бизнеса принесли мне убытков на более чем на 4 миллиона долларов. И я сейчас, пока, когда мои работники уволенные благодаря московскому правительству работают на других работах, расплачиваюсь по этим долгам, расплачиваюсь последние два года. Когда я открывал эти бизнесы, прежде чем работники пришли на рабочее место и сели за столик в оборудованный офис, я взял деньги на себя и эти деньги, извините, вкладывал в бизнес. Хорошо, Дмитрий. И когда вы произносите фразу зарплата, у меня такого понятия для меня не существует, как класса. Дмитрий, как называется... И я минимум, еще раз говорю, два года расплачиваюсь по долгам с закрытыми и благодаря мне предприятиями. А слушай, мы люди, которые пришли к вам работать. Никак, они просто совмещают хозяина и руководителя. В долги вы влезли, или вы были богатым изначально. А если вы были богатым изначально, вы бы потратили 4 миллиарда и у вас еще 15 осталось, у вас бы больше люди получали? Еще раз говорю, значит, сотрудники получают в соответствии с рыночной стоимостью того или иного труда. Хорошо. Как называется первый человек, который стоит после вас, но на вашем окладе? Которому вы уже платите зарплату? Есть менеджер. Вы еще раз слышите, слово оклад у меня ноль. Слушайте, ну, а как... У меня нет... Я не про вас говорю. Я вам сейчас про этот пример. Дмитрий, у вас... Еще раз говорю, мне Ашан не может выдать кредитную карточку по причине того, что у меня зарплаты нет. Дмитрий, я понимаю, ну, во-первых, Ашан вообще по акадам не оплачивается. Вы главный акционер, а есть ведь эти... Нет, подождите, и визеры сотрудников нанятых вами на работу. Нанятых, которым вы платите зарплату. Есть договора. Самый высокий. Вы можете подчувствовать Дмитрию? Я не могу не подчувствовать Дмитрию, поскольку я не могу купить машину в кредит, поскольку мне кредит не выдают, у меня нету оклада. Слушайте, а что вы все без... А вы на что живете, Михаил Леонидович? Я не получаю у себя в компании заработную плату. Так это правильный подход. Понимаете, в чем дело? Потому что она моя компания. Ну там... Хорошо. Как называется самый верхний из ваших сотрудников по рангу? Главный менеджер. Он же есть у вас, там управляющий, главный менеджер. Есть у вас... Генеральный директор. Кроме вас. Ну там, в разных компаниях по... Вот его зарплата, она... Вот вы ее как? Вы его труд как обсчитываете? Точно так же по рыночной ставке. Никакой, еще раз говорю, никакой разницы, является ли это уборщица, или это является генеральный директор. У всех есть рыночная ставка. Но договор-то есть между работником и фирмой? Договор есть? Безусловно. Так и договаривается его оплата труда. Так вот, каким образом она оговаривается? Она оговаривается, что есть зарплата, так называемая зарплата, которой я говорю, что ее не должно быть как класса. По причине того, что за приход на место работы, это не означает, что тебе должны платить. Есть минимум у каждого сотрудника нашей компании два показателя, которые тянут вверх, и которые соответствуют целям компании. Один показатель, который тянет вниз. И что это? При советской власти это называлось сдельная работа. Она сейчас есть. Так что есть совершенно нормальный окла. Так, подождите. Соответственно, как потопаешь, так и полопаешь. Джон, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что вы солидарны с Дмитрием и Михаилом, получается, Хазиным, потому что вы тоже предприниматель. Такое понятие, если ты владелец компании, надо иметь совесть оплатить своим сотрудникам, которые работают. И потом, если что-то остается, тогда, может быть, ты получаешь свою зарплату. Это немножко другой модель бизнеса, которая, мне кажется, происходит в большинстве местах в России. Начальник или владелец компании считает, что он получает все, кроме него все остальные никто. И поэтому люди уходят. Я не слышал там всю вашу программу. Хотел бы добавить, что... на работе в России, мне кажется, какой-то детский сад. Почему? Хорош детский сад. Почему? Это детский сад, потому что я всегда, за 20 лет в России, всегда пытался делать так, чтобы был какой-то взрослый подход. Я понимаю, что все должны работать. Все должны получить на это деньги, потому что наша жизнь так структурирована, что капитализм таковой. я говорю, ребята, вам надо работать, поэтому работайте, пожалуйста, и вы получите вашу зарплату. Но не надо украсть, не надо делать минимум, надо как-то... Ну, то есть инициатива у человека, у российского работника ноль, я считаю. Это, по-моему, отзыв. Не у всех. Они готовы получить или хотят получать большие зарплаты, но при этом продолжают воровать. Я не вижу здесь другого слова. Ну, понятно. У нас еще Денис, 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 в Москве, да, а ваше мнение, подождите, вот давайте мы все-таки вернем, обсудим, как в частных компаниях это происходит. А может, вы у нас тоже какой-нибудь предприниматель тоже не получаете зарплату? Я как-то хочу уточнить. Не, ну, я еще руковожу юридической конторой, поэтому примерно... То есть вы зарплату получаете, Сколько стоит юрист, да, сколько его зарплата, да, и представляю, какой объем он может выполнить, и все это определяет рынок, да, зависит от региона, зависит от кадрового дефицита в этом регионе. Скажите, пожалуйста, Денис, как вы считаете? Точно так же, как и цены на любой товар. Конечно, но скажите, вот все-таки есть понятие... Ну, давайте так вот, пусть меня люди простят. Есть понятие дешевый ресторан, есть понятие дорогой ресторан, да, то, когда ты едешь дешевый ресторан, все равно у тебя что нижнее блюдо, что верхнее, оно будет все равно какое-то. Когда ты едешь дорогой, у тебя будет, соответственно, и самое дешевое блюдо, очень дорогее, и самое дорогое. Я к чему это говорю? Что есть дешевые компании, где, извините, нищий персонал, а здесь средние, обычные люди, сотрудники, получают столько. Ну и начальник должен получать как-то вот так вот. А есть вот очень дорогие компании. Но у нас-то получается, эти получают 15, а этот получает 600. Как это может быть? Если речь идет о коммерческих структурах, то компания, в которой руководитель себе все берет, а сотрудникам не платит, она просто сдохнет и довольно быстро. Да вот, не везде как-то, Михаил Леонидович, получает. К сожалению, люди терпят. Михаил, люди как рабы терпят и не могут никуда уйти, потому что никуда уйти. Компании, которые живут на бюджете, компании, при этом это можно быть, например, постоянные бюджетные финансеры. У нас есть такие специальные компании, которые занимаются окучиванием бюджетных контрактов. Вот у них такое тоже может быть. Но они совершенно по другому принципу живут. Это компании, которые занимаются, через которые отмываются деньги. Там какая-то издельная, наверное, процентная. Да, да. Их бессмысленно сравнивать. А если говорить о госкомпаниях, то там из-за того, что произошла реформа бюджетная, все изменилось. То есть у руководителя появилась большая свобода, которой раньше не было, а государство свой контроль сняло. И это означает только одно, что необходимо этот контроль восстанавливать, причем как снизу, так сверху. А реально ли восстановить этот контроль? Понимаете, все начнут говорить, и вот Дмитрий Потапенко в первую очередь был говорить, о, государство у нас... Это уже нездоровый пессимизм, с которым мы боремся. Я ничего не скажу, вы делаете чего угодно. Дело все в том, что вы у себя наберете порядок. Я приведу пример. Когда я пришел на работу в Министерстве экономики, то первое, что с меня потребовали, когда я стал начальником подразделения, написать служебные обязанности свои и положение о подразделении. Там было очередное реформирование. Я написал, что делает мое подразделение, что делаю я, и что делает каждый сотрудник. То есть за что получаете зарплату? После этого его ругать. И в случае, если он там не получает премию, а все получают, он имеет право прийти к начальнику и сказать, а почему? Вот смотри, я все выполнял, а премию мне не платят. Его, конечно, можно послать, но с другой стороны ты понимаешь, что если ты его раз, пошел два, он просто уйдет. А найти квалифицированного человека всегда трудно. А когда я пришел в администрацию президента, я не боюсь этого слова, то я с интересом обнаружил, потому что там ни у кого нету должностных обязанностей. И по этой причине, кому-то претензии за то, что он ничего не делает, невозможно в принципе. Он не обязан ничего делать. Нигде этого не сказано. Уважаемые коллеги, можно вот... Там, наверное, такие обязанности не прописать в инструкции, понимаете, Михаил Ильич? Уважаемые коллеги, вот мы сегодня много говорим... Спасибо, я знаю, какие... Михаил, мы много говорим о заработной плате, но, уважаемые коллеги, согласитесь, что на территории предприятия единственным законом, который регулировал бы оплату труда, является коллективный договор. Это единственный документ по закону Российской Федерации. Почему я как-то в него не верю? Я сижу здесь, писаю вам шутку. Я не знаю. В том случае, если его работодатель и сотрудники подписали, давайте не подменять понятия. Это я согласен, если его подписать. Но, если там... Я договорю, а потом вы продолжите тему. Еще раз повторяю, что на территории предприятия единственный документ является коллективный договор. Что мы можем оговорить? Вилку зарплат? В коллективном договоре оговорятся все элементы жизнедеятельности предприятия и зарплата топ-менеджера, и зарплата, так сказать, работников, и премиальные, и условия труда, и так далее, и так далее. Они не подпишут. Значит, подпишут, если на предприятии 51% от численности работников члены профсоюза. В этом плане работодатель обязан сесть за стол переговоров. Давайте у Джона спросим. Джон, скажите, пожалуйста, в Англии... Поэтому создавайте профсоюзную организацию на территории предприятия. Дайте слово Лондону. Джон, вы верьте в силу профсоюзов? Вот профсоюзы могут помочь обычному сотруднику решить свои финансовые проблемы? Ну, наша... Только российские профсоюзы. Она делала так, чтобы разрушить профсоюзы, и правильно сделала. Потому что... Так, почему? Подождите, почему? Деньги, послушаем. Ну, она правильно сделала, потому что нельзя, чтобы люди, недовольные своей зарплатой, могут просто выйти на улицу, тем более, когда это государственные люди. Я имею в виду, там, в аэропортах работают... Это понятно, да. А если это компании частные все-таки, крупные, но частные... Ну, конечно, мы сами как-нибудь разберемся. Опять-таки, если... О какой работе может идти и речь, если работодатели и работе не могут найти общего языка? Если они не могут его найти, ну, я... Некому их... Но, но... Джон, Джон, знаете, есть несколько... Я в отношении, Джон. Человек, который у меня работает, он тратит больше времени у меня на работе, чем он проводит время со своей женой. Так. И я бы хотел, чтобы это место было для него как можно более приятное, чтобы он вставал... Он куда неправильно начальник. Я бы хотел прийти ко мне на работу. Что значит? Я готов, я хотел создать эти условия, но, если я создаю эти условия, и тем не менее человек продолжает воровать, продолжает... Не, ну, вы берете крайности, да. Не проявите инициативу. Не надо перебирать. Давайте воровство оставим в покое. Это разные вещи. Давайте воровство оставим в покое. Это разные вещи. Но все равно, я должна сказать, Джон, что вы какой-то неправильный начальник. Вы не наш начальник, это сразу видно. Да, а что это сказал? Вы думаете об условиях. Рабоченька работает на предприятии больше, чем с женой. Это что значит? Он по 12 штук калывает. Нет, нет, ну что, действительно, люди на работе много времени проводят. Это правда. Вы слышите, все равно у нас работники. Сейчас дайте это говорить. Джон, он плохо слышит. Да, пожалуйста, Джон. Если человек приходит на работу. Я не знаю, если вы говорили об этом или нет еще, но это то, что касается работодателей по отношению к женщинам. Я уверен, что директор, русский директор какой-то компании считает практически своим долгом, чтобы женщина для того, чтобы продвинуть свою карьеру, должна с ним переспать. Или провести еще какие-то там мероприятия. Я хочу вам сказать, что отношение работодателя с работой в России, к сожалению, это просто детский статус. Нет, Джон, это уже отдельная печальная тема. Для кого печальная, для кого как. Давайте так говорить. Да, я хочу уточнить. Сколько он переспал с какими женщинами, чтобы повысить? Я не кем. Я не кем. Ну что, не повышали женщин, что ли? Зарплаты не повышал никогда женщин. Не повышал зарплату. Вы попались. Вы сами начали. Михаил Леонидович, я хочу уточнить. Мне сказали, что вы должны покинуть. Вы должны покинуть 20 минут или без 20? Нет, 20 минут. Ну так нечестно. Ну так нечестно совсем. Тогда давайте, я дам вам слово. Москва – это страшный город. А у меня тяжелая жизнь. Я все время езжу по командировкам. Поэтому, когда я наконец приезжаю в Москву, мне все время приходится бегать. Поэтому давайте мы еще как бы... Я отвечу на последний вопрос, который вы задаете. Давайте, смотрите, нет, потому что мы не можем еще подводить итоги. Но все равно проблема... Я хочу понять вашу точку зрения. Я думаю, зрители хотят понять. То есть то, что мы сейчас говорим. Я понимаю, что вы сам себе голова. Дмитрий Потапенко сам себе голова. Джон Уоррен сам себе голова. Вы нас сытые, голодного не разумеют. Это как, знаете, есть такая поговорка, и есть вторая поговорка. Кому суп жиды, кому жемчуг мелок. Как там договориться? Это разговорили по вас глухим. Я не могу сказать, что я такой уж сытый. Нет, я знаю, да. Но у вас и небольшая компания, и интеллигентных людей. Я знаю, да. Хлеб предпринимателей, он тяжек. Например, за все там свои 10 с лишним лет предпринимательства я себе на квартиру накопить не смог. Я там снимаю квартиру, потому что это просто невозможно в Москве. Рядовой предприниматель, например, себе на квартиру заработать не может. Но я при этом четко совершенно понимаю, что если у вас есть ниша, в которой вы живете, то вы можете себе позволить ставить высокую зарплату или еще чего-то. Но если вы живете в жесткоконкурентной среде, то у вас очень часто уровень зарплаты определяется тем, что вы получили. Вы не можете заплатить людям больше, чем получила компания. Если вы недополучили заказов или у вас снизилось количество клиентов, то вы должны либо людей увольнять, либо им говорить, что, ребята, извините, в ближайший квартал мы зарплату чуть-чуть снижаем. И дальше каждый должен для себя принимать решение. Или он уходит, или он, соответственно, терпит три месяца. И в этом смысле ничего нельзя сделать. Это объективная жизнь, в которой мы находимся. Разумеется, для госучреждений здесь полегче немножко. Но и тут есть свои тонкости. Например, инфляция, которая очень сильно давит. Или повышение тарифов в ЖКХ или еще что-то. То есть нужно понимать, если мы не отладим систему отношений нормальных в обществе, то мы в таких вопросах не сможем разобраться никогда. А для того, чтобы это сделать, нужны совместные усилия всех. Нужны совместные усилия граждан, которые должны научиться защищать свои права. Но только объективные права. Не нужно считать... Но вы поддерживаете профсоюзную жизнь или нет? Могите кровососы, но далеко не все. По крайней мере, Михаил Леонидович поддерживает идею Министерства труда. Подождите, давайте уже радоваться. Спасибо, Михаил. Государство и предприниматели. Потому что на самом деле пресловутый трехсторонний договор, трехсторонний комиссия, на самом деле она ничего не дает. Большая часть населения... Вот в регионе не согласен. Я в регионе не согласен. Я в регионе не согласен. Что дает? Большая часть населения про это даже не слышит. Ой, это, конечно, грустный разговор. Я чувствую, что мы не последний раз чуть сердце. Не последний раз мы с вами, Михаил Леонидович, обсуждаем ее. Вы знаете, я всегда рада видеть вас в этой студии. Мне жаль, что вы нас бросаетесь так рано. Я только надеюсь, что вы пошли деньги зарабатывать. Мы вам пожелаем удачи в этом. Спасибо вам огромное. Я хочу только зрителям сказать, что... Представьте, у нас есть еще один собеседник, который был в следующем блоке нашего эфира. В третьей студии. Давайте мы его покажем. Это Евгений Дмитриевич. Евгений Дмитриевич не может показать его лица. Какова его история? Мы расскажем вам после рекламы через несколько минут, пожалуйста. А, не могу показать? Возвращаемся в эфир. Конечно, много сообщений. Очень много сообщений все-таки от бюджетников. И в первую очередь от врачей. Давайте, может быть, Владимир Григорьевич, я вас тоже приглашаю. Поговорим специально, может быть, о бюджетниках еще раз. Это отдельная тема. Значит, очень много жалоб на разные города. Но смотрите, вот есть такое. Жуковский пишет. Город Жуковский. Я руководитель среднего звена. Зарплата моего сотрудника 8600 рублей. Без вычетов. Мои сотрудники работали еще когда на предприятии, когда это было муниципальное унитарное предприятие. Теперь мы ОАО. И уборщица, принятая после организации, получает около 13 тысяч рублей. Ну и где логика? А он продолжает 8,5, да? Да. 8600, а уборщица 13. Да, ну. Говорят, профсоюзы не помогают, только разговаривают. Видите, вот есть и вас критика. А гречанин на зарплатах и начальниках говорит правильно, а рабочих ошибается. Есть такое выражение. Я готов принимать критику. Я готов принимать. Только пишите с примерами. И тогда мы гарантируем, что на каждый пример мы ответим. Хорошо, здесь есть пример. Но я хочу вам представить, напомнить, значит, Евгений Дмитриевич. Евгений Дмитриевич, мы не показываем ваше лицо, потому что мы хотим, чтобы у вас были проблемы с вашим бывшим, я так понимаю, работодателем. Но в чем суть вашего конфликта? Он вам денег не заплатил? Объясните нам коротко, пожалуйста. Я работал в организации, где зарплата состояла из двух частей. Первая часть официальная переводилась на карточку, вторая часть выдавалась в конверте. Когда я написал заявление на увольнение по собственному желанию, мне пришел забирать трудовую книжку. Мне сказали, что документы пока не готовы. Я говорю, а расчет, когда я смогу получить? Мне назвали сумму расчета начисленную, сказали, как главный инженер даст разрешение, мы вам ее заплатим. Шло время, я позвонил главному бухгалтеру, она мне сказала, главный инженер еще не давал никакой команды, и она не может мне выдать. Я позвонил главному инженеру, он мне сказал, что минимальная часть на карточку мне отправлена, а остальные деньги из меня высчитали. и назвал такую смешную причину. Какую причину-то? Причину? Ну, я могу рассказать, это технический вопрос. Нет, очень коротко, то есть профессиональная была проблема, да? Да, профессиональная. Так, подождите, так еще в чем проблема с деньгами? Вам выплатили деньги, объясните? Значит, нет. Значит, я... Официальную часть? С меня высчитали и сказали, эту часть, конверты, которую мы должны были дать, и ее высчитали. Ну, я могу объяснить, за что я... Правильно сделали. Нужно, работая, так сказать, думать об этом, а не когда увольняетесь. По серым зарплатам. То есть вы считаете, что человек просто... Конечно, ну что, пять лет получал в конверте, так сказать, и был доволен, а потом при увольнении, так сказать, конечно, это работодатели, так и поступают. Подождите, давайте вообще выясним, если можно, коротко, Евгений Ильич, а какой уровень зарплат у вас был? Тридцать пять тысяч. Тридцать пять тысяч. Вы на какой-то инженерный должность? Нет, а в конверте сколько из тридцати пяти давали? А сколько в конверте из этих денег было? Ну, в конверте, ну, от этой суммы отнять семь триста, которые пересчитали. А, то есть семь триста официально платили. Ну, а остальное в конверте. Остальное в конверте. А потом вы столкнетесь с пенсионным фондом, с фондом обязательства страхования. Это другая история, ну, понимаете, работодатель. Это сейчас будет у него история новая. Да, Владимир Георгиевич, если бы Евгений Дмитриевич сразу потребовал зарплату, его бы сразу уволили. Это хорошо, что он уволился. Хоть сейчас, может быть, на новой работе у него белая зарплата будет, и поднимется в пенсионном фонде его накопление. А так бы он продолжал работать, вышел бы на пенсию, у него бы ноль бы был пенсия. И так у него будет ноль на пенсии. Ну, это очень возможно. Но, смотрите... Ну, не надо, господи мой, не надо рассказывать вот эту сказку о белом бычке, что петь деньги, которые поступают работодатели, поступают в пенсии. Потом случайно почему-то все узнают, что пенсионные взносы наши переведены в какие-то совершенно другие фонды. Так что не надо этих сказок, что государство нас на пенсии защитит. Это болтология. Ни профсоюза, ни государство нас защищать не будет. Конечно, если у вас нет даже заработной платы, вы с моим работникам даже не понимаете понятия заработной платы. Такой вы работодатель. Нет, подождите, но Дмитрий Валерьевич, Работодатель обязан заключать договора с работником, оговаривать условия труда, оговаривать оплату труда, и все условия оговаривать. В первую очередь вы идете на соглашение с работодателем, и ни с кем другим. Вы рабовладелец, дорогой мой. Мы вам платим зарплату, и только вы. Вы не работаете, вы просто подращаете бюджетные деньги. Вы расхищаете бюджетные деньги. И люди правильно пишут, вы не защищаете их интересы. И никогда не защищали. Правильно люди не обращаются в профсоюзы, потому что вы не нужны. Вы дармоеды. Да вы-то такие работодатели не нужны больше еще. Они работодатели, капитализмы, которые даже зарплаты нету. Господа и товарищи, я рада, что вы себя так эмоционально нашли. Но Дмитрий, понимаете, профсоюзы, нам не помощники государства, нам не помощник. Но работодатель-то нам тоже не помощник. А кто поможет? И не должен он помогать. Для этого есть юридические агентства. То, что занимаются профсоюзы, они сейчас бесплатно рекламируют себя здесь, на этом канале. Вот если бы здесь сидело юридическое бюро, вы бы не дали свою компанию. Кто рекламирует себя? Вот еще раз, я закончу. Значит, реклама стоит денег. Не надо рассказывать, что профсоюзы это панацея от всего. Полная фигня. Каждый человек должен знать закон и обязан его исполнять. И для этого он должен применять все законные средства. И для этого он обязан нанимать адвокатов и бороться с работодателем. И никакие профсоюзы здесь не должны принимать участие. Так, подождите. Давайте... Я согласен, я согласен, что каждый человек должен знать законы. Я согласен. Но, к сожалению, в жизни нашей 80% наших граждан не могут по многим причинам знать эти законы. И тогда помогают и в общественном объединении. В первую очередь профсоюзы. Товарищи, они могут... Не профсоюзы, это реклама. Это кто? Юристов понимает. Владимир Георгиевич, Владимир Георгиевич. Надо еще юристу платить 10 тысяч. Все он говорит. Но, Владимир Георгиевич, дело в том, что... Главное, чтобы работодатель знал закон. Не надо говорить, что профсоюзы это наше все. Да, подождите, Дмитрий. Я хочу... У меня вопрос, Евгений Дмитриевич. Евгений, Дмитрий, скажите, а вы в трудовую инспекцию-то обращались? Обращался. И что сказали? Сказали, что сам дурак, да, как всегда? Нет. Мне сказали, идите быстрее забирайте трудовую, а то они что-нибудь еще с вашей трудовой сделают. Это кто? Кротов сказал, Александр Николаевич? Санкт-Петербург, да? Почему Кротов? Нет, 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 это другая история. Мы не говорим. Ну, понятно, давайте разборки устроим. Нет, ну, подождите, да, давай... А, Кротов, это вы, я думаю, вы сдаете начальника Евгения Вича, потому что... Нет, 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 не Кротов, это Рострудинспекция. Ну, смотрите, вам, вам может помочь. Евгений Дмитриевич, скажите, а мы все обсуждаем разницу в зарплатах. Так, вас устраивала ваша зарплата по отношению к зарплате вашего начальника? А я не знал зарплату нашего начальника. А вот так они все и делают, на самом деле. Да, у него зарплаты нет. Скажите, это на вопрос к вам все-таки. Вы сюда пришли, вы какой справедливости... У меня налевая зарплата. Лучше бы сговорить. Какой справедливости вы добиваетесь? У меня не просто нулевая зарплата, у меня еще убытки. Я посмотрел бы, как вы бы отвечали бы 4 года по закрытым предприятиям. Я с вами здесь солидарен полностью, когда... Это бизнес в убытке. Я с вами солидарен. Давайте мы... Причем здесь все, бизнес в убытке. Именно ваши государственные органы закрыли этот бизнес. И я вместо того, чтобы зарабатывать... Я не представляю государственные органы, я 7 лет назад представлялась. Вы представляете государственную бюджетную организацию, которая сидит за наши бюджетные налоги? Вот я-то таких не представляю. В отличие от вас. Вы даже не знаете элементарных законов трудового распорядка. Значит, да, если вы хотите переходить на личности и устраивать расходы... Да, трудовой кодекс нужно знать, товарищ работодатель. Трудовой кодекс нужно знать. Меня зовут Дмитрий Валерьевич Потапенко и будьте лезвны. Дмитрий Валерьевич, трудовой кодекс обязаны работодателю знать. Понимаете, все такие... Во-вторых, не надо меня лечить и учить. Не надо. Я подсказываю. Я вам не ученик, понятно? Так, в общем... Будьте любезны на вы и повежливей. Дмитрий Валерьевич, а как вы отнесетесь к тому, если на вашем предприятии профсоюз создадут? Пожалуйста, если это их право хотят, пусть создают. Только другой дело, что они никогда не создадут это. Почему? А каким образом, интересно? Как соберутся и создадут по закону. Ну, пусть они собираются, только в нерабочее время. Да. Нет, когда соберутся... Простите, я могу закончить или вы хотите... Да, давайте, а то у нас Джон молчит, да, и Денис молчит. Закончите, Дмитрий Валерьевич, пожалуйста. Да, значит, я, извините, что такое профсоюзы, знаю, с совковых времен. И кроме как выбивания путевок себе, стенок румынских, автомобилей, ничем профсоюзы больше не занимаются, ни на одном предприятии. Никогда они не защищали трудовой народ. Я, работая с самых младенческих, что называется, ногтей, защищал свои интересы всегда сам. И я работал за 250 долларов. И я всегда был, извините, очень высокооплачиваемым сотрудником, потому что я вкладывал деньги в свое образование. И только это защищает тебя, когда ты повышаешь собственную стоимость на рынке труда. И никакой профсоюз, и никакой адвокат ничего тебе не сделает. Потому что есть абсолютная четкая фраза. Сначала ты ищешь справедливость, а потом ищешь другую работу. Запомните раз и навсегда. Любой суд, это тебе приговор. Ты больше никуда не устроишься. Это честная позиция Дмитрия Валерьевича. Нравится она вам или нет? Ну смотрите, Джон. Это позиция государства российского, потому что у нас 90% экономики, это бюджетные организации. Не надо тыкать в честного предпринимателя пальцем. Тыкните пальцем в Газпром, в милицию, в АП, в прокуратуру. Я посмотрю на вас. Нет, ну я понимаю, Дмитрий, вы по-моему уже голос начали сирять, и я след за вами. Я уже потерял голос, потому что это ложь откровенная и неприкрытая. Нисколько можно рекламировать вот эту хрень профсоюзы? Слушайте, мое дело задать вопрос. Им люди не верят. Вы людям сказали, вы ему объяснили свою позицию. Давайте я спрошу у Джона. Джон, скажите, вы тоже, в общем, небольшой любитель профсоюзов, а понимаете, все равно есть случаи, когда работодатель не прав. Что вы советуете? Идти в суд? Все, очень плохо слышно. Очень плохо. Зато громко. Плохо, но громко. Так, скажите, все равно, где искать работнику справедливость? Понимаете? Потому что в суде мало кто до суда доходит. Это все-таки очень психологически сложная история, и финал, знаете, не всегда будет. То есть правда не будет на твоей стороне. Значит, у работодателя искать тебя бесполезно. Профсоюзы не созданы. Вот и что делать? Это западня. Я очень плохо слышал. Я спрашиваю... А, хорошо, хорошо, я тогда задам вопрос. В начале программы наш московский гость Дмитрий Потапенко сказал, что справедливости нету в мире. Как вы полагаете, вот справедливость есть, по крайней мере, в вашем бизнесе или нет? Справедливость. Что касается ситуации на работе, где работодатели и рабочие, я, к сожалению, считаю, что капитализм виноват. Капитализм виноват. Это мы и сами виноваты, потому что мы придумали эту фигню. Капитализм без сострадания не сможет поддерживать нас на этой планете в дальнейшем. Я имею в виду, что капитализм без никакого понимания, что есть люди, это не роботы, это люди, которые тоже имеют свои желания, которые тоже имеют свои мечты. Пока работодатели к ним не относятся как главный актив любой компании, как рабочие понимают, что на этом месте они могут быть счастливыми и делать хорошую работу, к сожалению, без этого сострадания, мне кажется, что у капитализма, и поэтому у всех компаний, где есть работодатели и рабочие, очень большие проблемы в будущем. Да, и в будущем. Да, понятно. Евгений Дмитриевич, в третьей студии вопрос. Скажите, вы-то какой справедливости сейчас ищете? Вам зарплату в конверте явно не отдадут, потому что она не в цели. Так, это вопрос сейчас в петербургской студии. Евгений Дмитриевич, вы-то меня слышите в третьей студии? Слышу, слышу. Да, вы какую справедливость ищете? Я хотел бы получить расчетные деньги. Какие? Какие, если у вас была в конверте зарплата? Ну, когда я забирал трудовую книжку, мне назвали сумму расчетную мою. Какую они должны мне выплатить? Но, подождите, основания какие, если вы получали в зарплате? Вот это, к сожалению, вы пошли с ними на нечестную игру, и они вас наперсточники, и они вас обманули в конечном итоге. Так? Так. Так. Тут нету... Денис, давайте, вы у нас там давно молчите. Ну, и что делать человеку? Да я ничего тут уже не сделаю. Ничего. Поскольку это все проходило мимо правового поля, поэтому здесь можно только помахать ручкой и постараться действительно вытащить свою трудовую книжку, забыть это как страшный сон. Как урок. Как, к сожалению, урок, да? Конечно, как урок, сделать выводы и пойти искать новую работу. Но проблема в том, что, я прошу прощения, Денис, ведь бывает так, что работодатель, понимаете, людям не нравятся деньги в конверте, хотя кому-то и нравится, но он против этого тоже бороться не может, потому что, в противном случае, он не получит никаких денег. Это тоже шантаж. Ну, это риторический вопрос. Человек просто должен понимать, что получая последнюю зарплату в силу того, что он либо переходит на другую работу, либо его увольняют, он получит только ту часть, которая приходит на карточку, которая облагается налогом, которая проводится через бухгалтерию. Все, что сверху, это все хотелки директора, да, или руководители предприятия. Он может заплатить, если он очень честный, порядочный человек, а может не заплатить, а может половину дать. А может, не знаю, там, коробку конфет, благодарность. Тут это абсолютно прервано к какому-то сувениру. Да, но Евгений Дмитриевич, вы видите, к сожалению, просто это какой-то такой печальный урок, потому что официальных никаких бумаг, чтобы эти деньги получали, вероятно, нет. Вы это понимаете, да? Есть у вас желание получать еще когда-нибудь зарплату в конверте? А куда мне деться? Вот так вот. А что я должен еще делать? Вот так вот. Я думаю, поднять свой уровень в плане профессионализма, если у вас есть амбиции и желание найти новую работу. Либо пройти курсы, либо стажировку, чуть-чуть посвятить время себе. Найти, подумать, а в какую... На что? Человеку подожищается, денег нету, понимаете? Выстроить стратегию. Интернет сейчас позволяет, на самом деле, если есть желание, научиться очень многому. Повладеть новыми информационными технологиями, компьютерными программами, поднять свой статус, выучить язык. Понимаете, здесь зависит от того вида деятельности, которым занимается человек. Надо планировать хотя бы лет на пять вперед. Кем ты хочешь себя видеть? Я должна сказать, что в гельмече уже за... На какой машине? За 50. Поэтому здесь многие ваши рецепты уже для этого поколения... Никогда не поздно. Я знаю профессионалов, которые в 70 лет их приводят, даже будучи на пенсии, они приходят и консультируют, и работают. И, извините, у меня отцу 75 лет, он работает на кафедре, и никто его никуда не денет, потому что таких профессионалов много больше. Да. Евгений, ждайте, мы можем так поступить. Я сейчас с вами прощаюсь, если хотите, можете дождаться с конца эфира, я не знаю, посоветоваться еще с Владимиром Георгиевичем, может он вам обдаст совет. Я прощаюсь в третьей студии, но скажите, Джон, вам когда-нибудь в жизни приходилось получать зарплату, как это называется в России, в конверте? Джон? Не понимаю. Джон даже не понял. Положите ему денег на телевизор. Нет, ну у нас связь сегодня плохая. Джон, я говорю, вы когда-нибудь получаете зарплату в конверте, вы знаете, что это такое вообще? Получаете зарплату неофициально? Нет, это фонд хорошо, хороший. Конечно, это все России так работают. А, то есть только в России, да? То есть это российский опыт, понятно. У нас не очень хорошая связь. Не, ну, очень просто, я скажу. Хорошо, и тогда, что все. Пока выгоднее и удобнее обойти закон, который никого не защищает, неважно в какой стране, но люди будут это делать. В Москве это легче обходить закон, платить какие-то бешеные суды, бешеные налоги и платить в карман. Поэтому люди будут это делать. Это происходит везде, но это происходит, мне кажется, на левом уровне в России. Да. Вот, да, что дальше сказать? Да, да, я поняла. Что дальше сказать? Законовские законы надо менять. Надо делать так, чтобы работодатели и рабочие были в хорошем месте, где они могут друг другу делать приятное. А для этого он будет профсоюзная организация и работодатель. Да, да, да. Джон, спасибо вам огромное. Давайте мы дождемся, когда вы вернетесь в Москву и встретимся с вами в московской студии. Нам будет легче общаться. Хорошо? С удовольствием. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. По интернету с нами из Лондона был бы музыкантный предприниматель Джон Ворон. Но смотрите, давайте я вам еще один короткий сюжет покажу. Давайте быстро прямо сейчас посмотрим и будем подводить итоги. По 1600 нам дали. Как нам дальше жить? Тяжелые кризисные годы хоть и позади, а такие заявления до сих пор можно услышать. Несмотря на экономический рост в стране, люди продолжают жаловаться на низкие доходы. Многие по-прежнему буквально выживают. Это 5000 за июль. В самом сложном положении, как всегда, работники бюджетной сферы. И хотя в последнее время зарплата врачей и учителей постоянно индексируется, многим этого едва хватает. Я на протяжении года в семью приношу зарплату в размере 5000. Доктор Алишер Маметев объявил забастовку. Не хочет больше лечить людей за низкую зарплату. Руководство больницы парирует. Никаких надбавок он и не заслужил. Работал плохо. У него нет, скажем так, никаких показателей для того, чтобы он платили свой плотный стимулирующий характер. Впрочем, и обещанных денег иногда ждут по несколько месяцев. Особенно в частном секторе. Бывшие работники спиртзавода в Ивановской области. Зарплату не видели уже полтора года. Предприятие давно банкрот. А долг перед сотрудниками составляет несколько миллионов рублей. Мне должны более 70 тысяч. И до сих пор ничего не отдали. Чтобы добиться заработанных денег, люди идут на крайние меры. Например, строитель Олег Ушанев решил взять начальство на испуг. Залез на 20-метровый башенный кран. И пообещал спрыгнуть, если ему не заплатят. Своего добился. Давай, спускайся. 100 тысяч сейчас дадут вам на всю бригаду, пока авансом. А некоторые руководители не только экономят на зарплатах работников, но и заставляют их делиться частью заработка. Занимаются настоящим рэкетом. Так поступали, например, старшие офицеры противопожарной службы Омска. Они забирали у простых пожарных больше половины премии. Должно было бы тебе поступить плюс 5 рублей. 5 тысяч. Вот. Из них, значит, ты говоришь, если 2 тысячи, значит 2 тысячи себе забираешь. А 3 тысячи тогда мне нужно будет отдать. Сегодня по уровню зарплат Россия занимает место в третьем десятке. Однако власти уверяют, доходы будут расти. Просто поднять зарплату всем и сразу невозможно. Экономика рухнет в тот же день. Все борются за свои права, но смотрите, мне почему-то пришла в голову такая хорошая мысль, и она кажется мне правильной. Дмитрий, я все-таки к вам апеллирую. Хотя, скорее всего, вы меня не поддержите. Мне кажется, чтобы понять, сколько сегодня надо в России денег, чтобы нормально жить, вот то, о чем говорил в начале нашей программы Владимир Георгиевич, чтобы на семью, на достойную, возьми, называется, зарплату своего начальника. Вот если начальник, у него 125 или там 150 или 300 тысяч, вот такие зарплаты можно себе жить. На эти зарплаты можно жить. Потому что люди, начальники, они себе назначают зарплату, на которую действительно можно жить. И от этого надо отталкиваться, а не на 10 тысяч. Вот парадокс в чем. Не понял. Понимаете, что у нас мерилом жизни в стране может быть не минимальный оклад, минимальный размер заработной платы в 4,11, а 150 тысяч – средний оклад нашего менеджмента. Вот реально цифра, на которую сегодня можно прожить в России. Нет, нельзя будет завтра прожить на эту цифру. Почему? Нет, я не предлагаю всем, но я говорю, что между этими двоя цифрами честность... Подождите, подождите, стоп, 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 5 секунд. Вот есть некая мифическая цифра МРОТа, которая на самом деле не имеет никакого отношения к жизни. Есть еще такая же бредовая цифра, просчитанная нашим государством, которую называют потребительская корзина, тоже бредятина редкостная. А теперь предположим, мы говорим о том, что мы ставим нижнюю планку зарплаты, ну, предположим, тысячу долларов. Что завтра будет? Завтра буханка хлеба будет стоить, условно говоря, 500 долларов. И зарплата топ-менеджера будет миллион. Ника, я могу закончить, подождите. Вот надо понимать основную глупость, которую, извините, надо выбить из головы. Ключевое, это не столько, сколько ты получаешь, а сколько ты тратишь. Потому что наши государственные мужи обещают нам зарплату в 5000 долларов. Только они потом эти деньги изымут через энерготарифы, через ЖКХ, через как бы естественные монополии, через бензин, через газ, через налоги и все остальное. Поэтому ключевое надо не поднимать зарплаты, а чтобы эти государственные мужи, оборзевшие от денег, убрали свои руки из государственного бизнеса, который называется «Газпром Роснефть». Согласна, Дмитрий, это просто чуть-чуть другая тема, но понимаете... Это ключевое, Ника, это ключевое. Правильно. Потому что можно получать 100 долларов, но если у вас будет ЖКХ, условно говоря, 10 рублей, то вам хватит и 100 долларов. А извините, я вам напомню просто, за последние 10 лет ЖКХ выросло в 10 раз, в 10. А зарплата в 2. И сколько бы вы не получали, ничего вам не поможет. Даже 150 тысяч зарплаты вам все равно ничем не помогут. А помните, получали миллион? Это ключевое, каждый должен знать. А помните, получали миллион мы, да? Было такое время, по миллиону получали. Да, но все равно, смотри, Дмитрий, вы говорите все правильно. Вы говорите нельзя, потому что поднимут цены. Но вы говорите про тех людей, у которых небольшие зарплаты. И ваши слова никак не касаются тех людей, у которых большие зарплаты. Потому что у них и индексатор, и премии, и у них все есть. Понимаете, у них там рост есть. Ника, у тех, у кого большие зарплаты, простите, это люди, которые пишут вам законы. И вы сейчас со стороны своего бедного разума, или я со своего бедного разума говорим, товарищи из Газпрома, ограничьте себе зарплаты. Они скажут, знаете что, отойди в сторону, мальчик. Слушай, Газпром мне законы не пишет. А кто мне пишет законы, за такие деньги могли бы получше написать. Я вас умоляю, Газпром вам и пишет. Я их об этом не просила. У меня другой пример. Дмитрий, 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 подождите. Вопрос. Очень короткое время уходит. Если преподаватель в ВУЗе, ВУЗ Н, а не преподаватель, получает среднюю зарплату 30 тысяч. 20 тысяч рублей. Ну, 30. Ладно. Сколько должен получать ректор? Максимум 10 раз больше. Я не вас спрашиваю. Нет, подождите. Почему? Что значит максимум? Сколько вы считаете правильным, разумным в цифрах? Это не нефть, это не газ, это не что, это не бизнес, это преподаватель. Как это не газ? Подождите, стоп, стоп, стоп. Это газ. Это газ, это государственное учреждение, спокойно. Дмитрий. Вот все, что вы касаете, и все ваши сюжеты, они были показаны о государственных организациях. Дмитрий, хорошо, хорошо, в государственном ВУЗе. Сколько вы считаете приличной, понимаете, вот, ну, зарплата ректора, вот, чтобы она не была бессовестной. Какая? Еще раз говорю, вы, если вы меня поставите, простите, президента, то я просто у вас все деньги отберу по причине того, что и 20 тысяч это много, и у ректора 100 тысяч много. По причине того, что надо просто произвести взаимозачет, зачем платить зарплаты. Дмитрий, так, хорошо, Денис, вам вопрос. Деньги это всего общего эквивалент труда, милейший, мой хороший, по Карлу Маркса. Деньги это бумажка. Нету понятия справедливой, честной, или еще вот там какой-то иной зарплаты. Давайте все-таки оперировать четкими цифрами. Не поняли, 10 раз вам скажут, что зарплату вам поставят, но доход будет в миллион. У Газпрома тоже зарплаты в 10 раз не различаются. Там может от силы в 5, но есть понятие доход. Я вам в соответствии с российским законодательством, которое написано тем самым вузом, тем самым, извините, школами экономики, тем же самым МГУ бюджетным, простите, они пишут законы, и не надо тешить себя иллюзий. Хорошо. Они могут получать любые деньги. Да? Любые деньги? Денис, у вас есть степень научная? Они сами себе, а я деньги не возвращаю. Денис, мы поняли. Денис, у вас есть научная степень? Денис? Да, я кандидат наук. Кандидат наук. Если бы вы работали, вы получали бы 20 тысяч, да? Во сколько раз вы дешевле доктора наук, занимающего пост ректора? Оцените, пожалуйста. Ну вот, реально. Ну, знаете, мне вообще не нравится про себя говорить, что я дешевле кого-то. Я, я серьезно говорю, потому что мы все дешевле. Я расстраиваюсь. Хорошо. Ну, сколько денег должен получать доктор наук, ректор? Ну, скажите, ну вот так, чтобы не жалко было. Ну, киньте этот сок. Доктор наук должен получать достойную зарплату, зависимость от... Слушай, ну что вы все форисеев будете? Да ну, ребята, ну назовите вы сумму. Сколько у него работа, и сколько у него научных работ? Подождите, ну нельзя... Да, Денис, хорошо, Денис, я вам скажу. Вы получаете 20 тысяч. Вы кандидат наук, да? Вы, наверное, даже доцент, я полагаю, да? А ректор бы у вас получал 700. Вы бы считали, это нормально? В зависимости от того, сколько я раз прихожу... Ребята, товарищи зрители, товарищи зрители, вот пока у нас в стране таких людей много, будет отлично, чтобы вы получаете 5 тысяч, а ваши начальники 505. Ника, критерии, это то, с чего мы начали разговор, я говорил, а мы это... Это нормально. Критерии, критерии, пока не будет критерий. Я желаю вам начальников, которые будут получать зарплату в 58 раз больше, понимаете? Вот тогда вы уходите. Да хоть миллиард раз больше, если он того достоин. А если он нобелевский лауреат, Ника, а миллион долларов премии, нобелевский лауреат, достоин или недостоин? Это Нобель, это премия, это премия за величайшее открытие современности. Дмитрий, не надо. Оно может и не величайшее открытие современности, оно может быть рядовое открытие. А за патент надо платить или не надо платить? Дмитрий, последний вопрос. Последний, вы у нас борете со справедливостью. Посмотрите, ректор, самый высокооплачиваемый ректор вуза Петербургского, кстати, а не московского, получает вместе с премией 700 тысяч. А такой же ректор, хотя сейчас скажете, в Сыктывкаре получает 47 тысяч. Это нормально? И что? Нормально. Это Сыктывкар, а не МГУ, простите. А я бы не про МГУ говорила. У меня, извините, крестный моей дочери. Так, давайте я поступил. Спокойно, у меня крестный моей дочери, завкафедра, извините, МГУ, и он получает 18 тысяч. И если бы у него не было других подработок, он бы сидел в проголозе. А мог, понимаете, кто-то ужас, а мог получать 70, понимаете? В чем, а ужас. Если бы ректор получал меньше. Садовничего линчевать, что ли вы предлагаете? Или еще раз говорите? Да я вообще не про Садовничего, это не Садовничий. Я вам не про Москву говорю, не про Литвиненко. А кто? А кто? А это наш горный институт, господин Литвиненко. Вот так вот. Никому не дам слова, быстро запускайте зрительские мнения зрителей. Давайте. Горя Девленд, врач женской консультации. У нас оклады 3590 рублей. От всеми податками, накрутками и прибатками мы получаем 4300-4400. Из города Мородинска, Архангельской области. Вашей медицинской сестре 40 лет. Париф без 13 рублей, 3000. На руки практически. Низер. 1600 из Иванова. Пошел на биржу, устраивался водителем. И мне предложили такие зарплаты. От 2,5 до 10 тысяч на КамАЗе. Вот о чем надо говорить. В Петербурге и в Ленинградской области разница, по крайней мере, в 25% за один и тот же труд. Привоз к Ивановской области. Я приехала с севера, у меня зарплата 1,5 тысячи. Я самый богатый человек в этом городе. Зарплата 3-4 тысячи у людей. Я из Астрахани. Работа педагога. Пусть зарплата будет даже 5 тысяч. Но цены будут соизмерены с этой самой зарплаты. Пускай у кого-то будет зарплата 50 тысяч. То, о чем Дмитрий говорил. Он пусть ездит на Канару, а я буду ездить в Сочи. Я, к сожалению, Владимир Георгиевич, не дам слова. У меня осталось 10 секунд. До свидания. До свидания, скажите. Спасибо. Спасибо. Спасибо и до свидания. Спасибо нашим московским собеседникам. Обращайтесь в профсоюзе, мы вам поможем. Я хочу к Дмитрию на работу. Я буду молчать, Дмитрий, работать вот так вот. А вы выбивайте мне оклад хорошо платить. Я вижу, что вы щедрый. Оклада не будет, Ника. Вы будете работать так же, как я 24 часа в сутки, 365 дней в году. Не пойду, не пойду, не пойду. Как работаю я. Все, хорошо. Вот только такой принцип работы я приемлю. Все, у меня закончился эфир. Дмитрий, очень приятно было с вами познакомиться. Давайте будем сейчас еще. Спасибо огромное. Как вывод из нашего эфира, я могу только вспомнить старую поговорку. Кому суп жидок, кому жемчуг мелок. Спасибо огромное. Я напоминаю зрителям, что информационное вещание на пятом канале продолжается. Через полчаса в эфир выйдет программа «Сейчас». Передаю слово ее ведущему Ольге Нагорной Юрию Круглику. Пожалуйста, коллеги.